в этом видео я хочу показать вам плагин набор виджетов для wordpress приятный вид не правда ли практически все на русском языке можно включать отключать виджеты виджеты все полезны можно использовать где угодно позициях виджета сайт бар и на страницах и в записи нет времени разобраться в тонкостях сайта строения звони прямо сейчас телефон кстати вот здесь вот сейчас будет звонить кстати может бесплатно здесь приложение вайбер или ватсап создадим тебе супер сайт а я возвращаюсь к теме урока поехали и так где взять данный виджет мы переходим добавить новый плагин и добавить новый в поиске пишем вот так сайт origin находим вот запомните вот эта иконка это иконка данного виджета плагином здесь по-русски будет написано сборник виджетов устанавливайте активируйте после установки активация вот здесь будет пункт переходим то есть здесь вкладка все показаны как включенные так и отключенные здесь будут включенные если не надо можем их отключить и есть отключенные сам сами виджеты можно использовать вы видите тут есть tabs абы вкладки кнопки форма даже есть лид форма сейчас на примере лид формы с вами рассмотрим как это работает то есть сначала давайте посмотрим внешний вид виджеты то есть вы знаете многие темы имеют на борту виджет основной сайт бар там шапка и другие виджеты это зависит от темы кому интересно я использую бесплатную тему astra здесь виджеты помечены видите сайт origin например иконки карты google видеоплеер и так далее понятное дело просто виджет переносим сайт бар и настраиваем и по сути будет у нас видео плеер в сайт баре но самое интересное как это вставить в записи и на странице давайте это и рассмотрим перехожу страницы перехожу главное данный набор виджетов подходит и гутенбергу редактор контента так как по плюсику мы видим здесь видите сайт origin данный виджет кликаем здесь списке выбираем то что у нас включено давайте посмотрим контактная форма вот так она открывается каждый виджет будет примерно так же выглядеть и быстренько по настройкам пробежимся здесь нам предлагают ознакомиться с премиум возможностями данной формы здесь название формы давайте пока просто сохранимся пойду на главную обновлюсь вот такая форма получается обычная простая форма и на мобильных устройствах смотрится тоже нормально давайте рассмотрим настройки здесь ниже вы можете настроить поле email куда будут приходить уведомления с данной формы не устану повторять для тех кто не знает мл должен быть специальный привязанный к домену на обычную почту письма вряд ли будут приходить и дальше уже идут поля раскрываются поля есть типы полей то есть вы можете добавить чекбокс там выпадающий список и так далее или если какое-то поле не нужно если давайте посмотрим вот тема например тема не нужна вот здесь есть крестик есть дублировать давайте попробуем поле удалить обновить видим что поле исчезло то есть нормальная такая форма не знаю может ли она конкурировать с контакт форм 7 но это набор виджетов в одном плагине возможно кто будет это использовать вам пригодится и соответственно давайте посмотрим на примере то есть во первых можно captcha подключить надо будет ключ получить с google поставить здесь если вы хотите защититься от спама или вот есть аки смет тоже защита от спама давайте сначала посмотрим на примере нового поля кстати как добавить вот здесь есть кнопка добавить раскрываем это новое поле сначала мы выбираем тип я выбираю например выпадающий список описание можете добавить и лейбл обязательно можете написать то есть название поля обязательный или она к заполнению и его здесь нажимаем добавить раскрывается список выбираем то есть название поле дэмо еще раз добавить дэмо 2 и так без ограничений и сразу давайте посмотрим дизайн дизайн всего что угодно до размер шрифта и так далее давайте посмотрим на примере то есть дизайн даже всплывающих сообщений что вы не заполнили поля вот например я сейчас нажму вот они видите красные их тоже можно настроить здесь сообщение об ошибке это называется у нас вот кнопка отправить например фоновый цвет пускай будет желтая и размер шрифта будет 20 пикселей обновимся вот пожалуйста кнопка вы видите крупнее текст желтая а вот не спадающий список соответственно список можно переместить то есть вот наше поле который мы только что добавили я мышкой просто зажимаю левой кнопкой пускай это будет после мл обновимся обновимся ну на примере формы я вам показал что здесь все нормально то же самое вы здесь переходите в плагины виджеты если нужно какой-то виджет будет по кнопке активировать вы его включаете он появляется во включенных есть настройки у некоторых виджетов здесь кнопка настроить ну тут практически настроек никаких нет просто активируйте данный виджет и можете использовать где угодно на своем сайте я думаю в этом небольшом уроке понятно работа с данным плагином набор виджетов например и форму до остальные просто можно по аналогии я думаю настроить ну ну и ну и и и и